...обязательно сделать все на протяжении следующих трех-четырех месяцев. Но мы готовы предоставить вам площадку для того, чтобы вы продолжили обсуждение этого проекта, планирование, и наше экспертное менторское сопровождение самопотребуется. Ну и также помощь в информировании других участников сессии. Окей? Беда? Нет, не беда. А вот отличие в том, что вам стоит указывать ответственного и выбрать ответственного совпу в средине группы, именно для того, чтобы вы дальше продолжили работу над этих прайями. Но мы про это еще поговорим. Кто готов? Таким образом, проект наш назывался «Отмечательный центр нормативных инициатив», однако целью нашего проекта является не создание центра. Центр – это всего лишь инструмент, который будет на пути к нашей большой цели внедрению общественной экспертизы в работе Одесского городского совета в принятие «Нимрешение». На пути к этой цели мы выделили четыре задачи, которые все, в принципе, реализуемы, и можно их разобрать по смартфону, для того, чтобы просто считать его отправить на карьеру, и дальше уже расписали, кто за какие из этих задач отвечает. Первая задача – это непосредственно создание самого центра, как платформы, на которой мы будем работать. Вторая – это разработка методологии общественной экспертизы. Здесь есть уже определенные сюрпризные наработки, поэтому нет необходимости в проведении какого-то аутсорсингового, дорогого исследования по разработке подобного документа. Это можно сделать собственными силами. Третий пункт – это создание системы мониторинга проекта. Слава Богу, у нас в 21 веке, у нас даже проектные решения и курсы лет иногда публикуются, иногда даже вовремя, поэтому нам добиваться этого уже необходимости нет. И четвертый пункт, достаточно большой, но мы его смогли крафтом назвать. Это адвокатские компании, которые включают в том числе лоббирование по внесению изменений в эти проекты. Для этого нам необходимы такие ресурсы. Ну, нулевым ресурсом является Александр Иславский. Вот, без него, к сожалению. А дальше, пойдем по пунктам. К сожалению, как и любой проект, сейчас сложно формировать полноценного подобного центра без стаба. Без экспертов и аналитиков, которые будут заниматься конкретной работой, соответственно, дальше став контентом с собой. Финансовые обязательства, ну, это уже будет в конкретике чуть позже понимание. Необходимо, естественно, время для работы, потому что даже по предварительным прикидкам, полноценная экспертиза одного проекта решения, это в среднем 2-3-4 часа суммарно. Если у нас речь идет о 50 проектах решений на каждой сессии, ну, тут можно уже посчитать. Ресурс, еще один, который нам необходим, это информация. Это информация о тех методиках, которые уже существуют, этих положительных примеров, которые уже работают для того, чтобы мы могли их перейти у нас. Ресурс в службе. У нас есть уже некоторое количество адекватных депутатов городского совета, через которых можно пытаться наши проекты решений также пропитывать. И медиаподдержка. Здесь мы будем заручаться поддержкой тех СМИ, которые уже есть, которые сегодня были представлены на предыдущих сессиях. И вот тут самое сложное, тут все надо прочитать, то, что вообще я подописывал, у меня все хорошо с почетом. Но мы попробовали сразу даже приверно обозначить сроки работы этого проекта, насколько это реализуемо. Это предварительно 1 мая, 31 декабря, 8 месяцев для первичной работы подобного проекта. Это, в принципе, достаточно для того, чтобы показать его жизнеспособность. И выделили результаты, которые можно достичь за эти 8 месяцев. Три количественных результата. Это сбор пяти аналитиков. Собственно, они были за столы представлены. И к ним добавление пяти экспертов по тем темам, по которым нужна будет экспертиза. Это проведение мониторинга не менее 300 проектов решений городского совета. И подача в городской совет не менее 20 проектов решений, которые были обработаны, либо созданы при помощи центра. И, соответственно, достижение трех качественных результатов. Во-первых, создание самой методики, которая может быть потом применена, на самом деле, во всех городах Украины, вне зависимости даже от их размера. Это может стать таким своеобразным толчком на будущее и помощью других городов. Это создание самой системы лобби у гражданского общества через подобный центр. И третий пункт – это формирование общественного запроса на подобные проекты решений. Здесь уже есть определенные моменты, например, в том, что у нас городской совет обещал систему петиций. Но даже если такая-таковая не будет создать собственную базу петиций, здесь сейчас нет ничего сложного. И если условно какая-то петиция набирает какое-то определенное количество запроса общественного, ну, это уже, опять же, в методике будет прописано, мы на основе этой петиции готовим проект решений. Таким образом общественный запрос превращается в конкретный документ. Спасибо. Это уже такой полноценный петчер. У кого есть вопросы? Кому понравился этот проект и кто был бы готов с ним начать работать? Все? Все? Сказал один человек. Во-первых, очень здравая идея с точки зрения того, что очень много сейчас журналистов, общественных деятелей, политиков занимаются тем же самым мониторингом и контролем. И объединить это все в одно целое. С этой точки зрения идея здравая нужна и полезная. Со своей стороны, как журналист и редактор, могу освещать события, публиковать результаты и, наоборот, давать темы для нас. Вот, медиаподдержка уже есть. Один из ресурсов. Депутаты не ходят на подобные. Окей, спасибо большое. Депутаты не ходят на подобные.